Я очень далек от криптовалют, биткоинов, блокчейн, технологий, децентрализации. Для меня это как интернет 2000-е года. Но за последний год я за эти биткоины столько наслышался новостей, что непременно стало интересно. Все знают, что стоимость биткоина то растет на несколько тысяч долларов в день, то падает. И кто-то да и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если вы не хотите во всем разбираться, в принципе как и я, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Она позволяет зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте. Ссылочку я оставил в описании. Что, бродяги? Харду мастер, анти-хайп. Я в Петрограде. Я осмысляю культуру, я гуляю. Великолепно. Иду. Поклониться отцу. Сейчас вы все увидите. Сейчас вы все увидите. Ничего она не листает, блядь. Похуй. Вот, друзья. Сейчас мы все увидим. Я ненадолго. Плавнику Илье привет. Всем, кто по кайфу. Всем, кто разрушает культуру. Здорово, пацаны. Девчонки. Блядь, холодно. Но похуй. А тут вот интеллигентные люди Петрограда просто пробили дорожку. Межклумб. Вот. Так что, дела такие. Вот даже тут замерзшая лужа, по которой можно кататься. Привет. Привет, друзья. Идем к бате нашему. К бате на поклон. Человеку, который... Которому всем обязаны. Здорово. Есть вопросы какие-нибудь охуительные разной степени. Вот. То задавайте. Вот смотрите, пришел к бате. Он там, батя, короче, на коне. В честь него как бы все песни пою. Поклоняюсь, да? И... Вообще уважаю. Че могу сказать? Вот мне очень нравится в этом памятнике Петру, который установил ему император Павел. Вот такая надпись. Она очень, очень хорошо сформулирована. Все очень просто. Сейчас уже так не говорят. Но мне очень нравится. Смотрите, друзья. Прадеду правнук. Понимаешь, да? Прадеду правнук. Сейчас так не говорят уже. Сейчас бы написали бы вот это дохуя залупы там. Вот основателю государства российского там. И так далее, и так далее. А тут всего лишь прадеду, правнук. Вот можно жопу лошади увидеть. Я в Бишкеке, да. Друзья, я в Бишкеке. Тут холодно, к сожалению. Так, новые треки. Новые треки не скоро, скажем так. Ну, может, через месяц выложу трек какой-нибудь новый. Привет, Рэп Перископ, наши друзья. Наши друзья, вот. И вот еще пришел к инженерному замку. Друзья, да? Тут мы снимали вот этот прекрасный клип с Букер Де Фредом Space Ghost Perp. И вот на инженерном замке написано «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». Понимаешь, да? В долготу дней дому твоему подобает святыня Господня. Нет, я не был недавно в Нальчике. Но в Нальчике были братишки наши, которые похожи на меня. Все... Я вот как-то в прошлой жизни, наверное, там побывал. Теперь все похожи на меня в Нальчике. Так, к стрит-арту нет. Далеко. Далеко к стрит-арту идти. Он в Некрасовском саду. Е-е-е, пацаны. Всем спасибо, кому понравился клип. Особенно спасибо режиссеру, оператору. Пацаны-красавчики. Так, ну что? Что? Что-то похоже на «Из замка в замок». Ну, я не знаю. Да нет, наверное, каждый же по-разному. Каждый альбом разный. Как тебе мемы про тебя же? Ну, хуй знает. Ну, в смысле не положительное, не негативное. Нормально. Ну, мемы, мемы. Окей. Нормально. Скорее норм, чем нет. Совместку всего ренессанса. Ну, мы как супергруппа, понимаешь, как Black Hippie Кендрик Ламара, Джей Коула, Скулбоя и Джей Рока. Типа, редко, но метко. Вот, «Пропастью воржи». Он, кстати, мне нравится. Ну, типа, я несколько раз обочитал. Не знаю, наверное, достаточно, но на «Пропастью воржи» в принципе мне нравится. Это интересное, интересное произведение. Спасибо, пацаны. Сейчас я хочу перейти, чтобы меня не сбили, нахуй. надеюсь, я не погибну. В Барнаул. Ну, мы были в Барнауле, братан. Дела заебись. Река до сих пор мерзлая. Река, пацаны. Давно не был. В Петрограде, все понимаешь, по Парижам, Бишкекам. Альбом XXXTentacion еще не слышал. он не слышал еще. Вот. В Литву. О, Дима, здорово! Завтра увидимся. Если ты придешь, конечно. Шантарам. Нет, я не читал Шантарам. Это странная хуйня, мне кажется. Шантарам. Лет 17-19. Да, в принципе, не знаю. Мне кажется, читать же можно по-разному. Можно, чтобы там, как бы, что-то оттуда подчеркнули. Друзья, снова здесь. Блять, нахуй. Все, из-за джиглипуфа трансляция навернулась. Я забыл, короче, что надо ставить авиарежим, когда ведешь, да, трансляцию. Хотя, с другой стороны, откуда у меня будет интернет? Я же не с Wi-Fi сижу, но не важно. Прохладно, да, что-то зима, последнее издыхание, видать, это хрип гадины. Хрип гадины. Последний. Холод, холодно достаточно. Как дела? Да, блять, нормально все. Чего могу сказать? Жаловаться не приходится. Ха-ха, привет. Ебаные черви. Это новый, но старый игрок. Это новый и старый игрок. Новый и старый игрок, друзья. Это джимба. Джимба-керри. Слышал вроде такого? Джимба-керри. Ой, постоим, отдохнем. Поотвечаем на вопрос. Путь держу в ад. Клип клевый. Знаешь, я его сколько раз пересмотрел, пока мы его делали. Ты себе не представляешь. Это бомба, нахуй. Так много раз клип я никогда не смотрел. Рэп про выборы. Ну, блядь, вот, вчерашний там написано за мной, за мной, за мной, за мной. Как бы, ты знаешь, кого выбирать. Баттл. Да не с кем, да не с кем баттлить, блядь. Топовые игроки все ссут, а молодые ноунеймы не доросли еще. Не доросли пока до моего великолепия. Достоевский, ну да, было за ним, короче. Что могу сказать? Здорово. Привет, друзья. Привет. Всем бродягам, по трассе, да? Двой ситрый дизельный. Да купи в интернете, там же есть это все. Это же есть в интернете. Статья об осквернении русской культуры на меня еще пока не заведена, надеюсь. И не будет заведена. Чебоксары или бунт? Если между бунтом мы с чебоксарами, я выбираю чебоксары, конечно. Нах, у тебя в клипе балаклава. Ну как, чтобы никто не спалил, что это я, понимаешь? Ну как бы, беззаконие происходит. Короче, про Достоевского, друзья. Не для этой трансляции, история. баттлы на ТНТ, не знаю, даже не был там вообще, вообще ничего не знаю про баттлы на ТНТ. Меня, не помню, у меня в стране что бы не было. Дай вообще говорить. Какие баттлы на ТНТ, о чем вы, друзья? Даже никогда никуда не выйдет, мне кажется. У них нет столько смелости, нет столько храбрости, чтобы выпустить это все. Я иду на свидание. Шум. Шум нормально, нормально. Только вот, ну, чисто мое мнение, там, чуть меньше бы он торопился, по расслабленнее делал. Как вот Бабангида говорил, да, что, ну, нормальный человек, он, ну, никуда не торопится, что, приходит вальяжно, рассказывает свою историю, и все. Вот, в Бишкеке отдыхал, в феврале или в январе в конце, да, просто нормально отдохнул, там, чуть не замерз, нахуй. Со мной Бабан. Блядь, а я-то думаю, куда Бабан делать, вот тут, а, друзья, сейчас я вам покажу, так как, так оказалось, что я случайно оказался в том месте, где, в том месте, где мы снимали самый первый кадр из клипа. в январе, смотрите, друзья, вот эта арочка, из которой я выглядываю, и там сзади видно вот это, инженерный прекрасный замок. Так что, вот тут вот мы оказались, где клип снимался, прям возвращение к истокам. У меня секули нет, не было, ну, январе месяц, а хуй там делать. Что? Ого. Люблю Бишкек. Ну, блядь, родина моя, фрунзе город. Да, я действительно считаю литературу такой. Планируешь на телеке светиться еще? Не знаю. Куда там вообще все уже? В клипе нет Бишкека, потому что клип снимали в Питере. Вот так вот. Сука. в Окситогорске. Дудь позовет? Конечно, позовет. Куда он денется? В Пензу хочу. В Ириальде Пенза. Пенза Рапа Сити. Благо, я в школе не учусь. Училки по литературе это жопа. Курганту или к Дудю. Бля, Ургант полная хуйня. Абсолютно какой-то хуже, чем КВН. Он шутит хуже, чем КВН. Хардкорщики Петербурга, пацаны, сражайтесь до конца. Видите, да? Рэп полностью зашкварен. Даже антихайп не справляется. Просто не вывозит. Хардкорщики Петербурга остались. За ними смысл, за ними суть. А, пацаны, хочу короче историю сейчас рассказывать. Не то, что историю, но то, что увидел. Охуел. Вышел на станцию Невский проспект, на канал Грибоедово выход. И там, как обычно, ебаные всякие вот эти мудаки на гитаре играют со своими усилками ебаными. Ну ладно, хуй с ними, играет, играет. Но самое важное, что они играли. Это просто, блядь, это даже не антихайп, это круче. Выхожу, там один, блядь, на барабане в каком-то там так называемом стучит, второй на гитаре с микрофоном и, короче, ебашит какой-то куплет Оксимирона. Отвечает, что-то там вот в трехкомнатной конуре, я не помню какой-то трек. Ну и это, и не это самое смешное. Короче, ну он куплет этот дохуяривает и припев у него это я свободен словно птица в небесах. Я просто, я даже не смог улыбаться, настолько это охуенно было. И, короче, он следующий куплет Оксимирона наваливал и, блядь, следующую песню он наваливал тоже какие-то куплеты Оксимирона. Ну я в книжный зашел, и типа как бы оставил это дело. Так что вот так, друзья, это просто жесть какая-то. Книга Робисфер, ну там же Зел же было. Оксимирон умные слова, да. погодка, блядь, холодно, руки отмерзают, пацаны. Руки мерзнут, руки мерзнут. Говчу боксары. ГСПД, у ГСПД один трек мне только нравится, вот это, я тебя никогда не отдам мусорам. Другие мне очень нравятся. Такие дела, друзья, давайте какие-нибудь вопросики охуительные. Такую музычку послушать. Да, охуя знает, послушаю Майлса Дэвиса. Добрый вечер, друзья. Привет в Уфу. На фрешблат не пойду. Да меня не берут, я сдавал заявку. ТНФки мои. ТНФки, блин, там у меня это, варежки. А ТНФки, вот если клип, которые были, перчатки, это Овсянкина, друзья. Чтобы вы понимали, кто ебаный модник тут, да? Почему так мало зрителей твой хуй знает нормально? В смысле, не в количестве же дела, а в правильной дискуссии. Какой у тебя лучший баттл против Лехи Меть? Лучший баттл мой. Недооцененный. Киргизский рэпер убил русскую культуру. А если наоборот? Го-ментор на слово СПБ просто прикинь, слово СПБ новый сезон, там один ментор, один, и это я. Будет охуенно. Прими запрос, если слышу. Где на свайб брать, на Синуэль или у народного? Блин, мне кажется, у народного более трушный, на свайб пацаны простые, на Синной, знаешь, мафия уже понял. Буковский, мне нравятся Буковский, стихи хорошие у Буковского, ну, ну, и рассказы, ну, нормально все у Буковского, такое. Кто-то из мифов, я этот, как он, Зевс, как бы, громовержец, дементор, дементор, Баттл против Букера, это легенда. Да уж, это точно. Василь Быков, ну, конечно. Смотрите, друзья, я пришел, куда я пришел, сейчас я вам скажу. Короче, офис русского рэпа, я вам покажу. Офис русского рэпа. Видите, что там написано? Ну, как? Офис русского рэпа, надо зайти будет. Так что, такая, друзья. Я думаю, Бабан не видел этого клипа, мне кажется, Бабан далек уже. Кто из женщин норм баттлит? Дистанова, конечно. Помните Дистанова, линкор и Дистанова, этот баттл самый охуенный? Разбаньте, у меня нет твиттера, как я могу разбанить в твиттере, если у меня нет твиттера? Ну, айвом, я пишу, я хочу новый альбом сделать клевым, поэтому я его пишу. Покупайте мерчи, друзья, мало осталось, перевыпуска, рез только не будет. как тебе твоя шапка. Достаточно теплая, кстати, у меня шапка теплая, шерстяная. Пацаны, вот я что могу сказать, пацаны и девчонки, если хотите проявить свое уважение, зайдите, пожалуйста, и репостите клип мой. вот смотрите, тут 150 человек. говорится, уважать меня извольте, и в контаче надо репостить, клип зайти, чтобы больше людей посмотрело, чтобы Эрнесто заткнитесь, посмотрел, там, диктатор, уэвэ. Ну, нормальные пацаны, чтобы посмотрели, Эдик Кингста, ну, тоже не видел, крайней мере, лайка от Эдика Кингста я не видел, возможно, он видел, но лайка я не видел, поэтому зайдите, пожалуйста, репостите. Сколько потратил на клип? 200 тысяч. 200 штук. Моя батя такая шапка, я твой батя. Сам заткнись, ну ладно, заткнись. Любимые писатели, Жене, Селин, Мисима. Любимая книга, блядь, не знаю, слишком сложно. Так репостник, какая разница, пусть хоть 5 человек увидят. Голосую за за Сурайкина. Концерт в Гулаге, ну, скоро, походу, уже чеша мудаков. Ее, пацаны, казачок, респект. Владивостоке, да, бомбом, мост прикольный. Чебоксары, приедем в Чебоксар. Нам в организацию вступить, не знаю, сложно. Рэп неплохой. Давайте, друзья, пофаснули, и ладно. бекабризе, бекабризе, я не знаю, кто это. Нибиру, это весной. Рад зовить убови, рад. Как иметил выход клипа, пришел Саша из Прорекзера, и мы выпили виски немножко. В Украину пускают, конечно, так они могут не пускать меня в Украину. Любимый игрок что, где, когда, конечно же, Друзь. Давайте, друзья, пять последних вопросов. Пофаснули, и ладно. Заканчивать на хорошем надо. сольные концерты. Витя СД с нами, Букер с нами. В армии служить. Братан, если нет выхода, то можно и там какого-то опыта набраться. Но, в принципе, можно взять кредит, отмазаться от армии за год эти бабки вернуть. То же самое все будет, просто на воле. Ну, так как бы, если попал, не парься. Сеймур, Чухана, Биженка. Ну, стандартная хуйня. Кизару или Шоп. Блядь, Шоп, конечно. Лехи, привет. Ладно, друзья, прощайте. Я не знаю, кто такой Кондрашо, кстати.